Студия Базар Кан, Паул Санна, в эпизоде Мохаммед Рафи, Жанни Бабу Клан, Аша Брусле, Ушан Умдишкар, гример Гайкл, костюмер Мохаммед Куман, художник по костюмам Барси, в постановке Саба Фазли, Виджай Борси, художественный редактор Ван Аула, монтаж выполнен на студии Фильм Сэнтри, композитор Кали, фильм снят на студии Хоми Ватри. Субтитры создавал DimaTorzok Вот и все. Теперь вы знаете мою историю. Мы все рассказали о своей жизни. Я словно сам пережил вашу жизнь, а вы мою. Шакир Аббад. Тебе нужен наследник, который сможет занять трон, не так ли? Да. А ты хочешь найти свою возлюбленную, которая внезапно исчезла? А я хочу найти сокровища моего господина, которые похитили враги. Но наш духовный наставник сказал, что пока не появится четвертый искатель, наши мечты не осуществятся. Благослови вас Бог. Благослови вас Бог. Это храм терпения? Да, это он. Помолимся Богу. Значит, странствующий прибыл на место. Вы должны быть и есть тот самый четвертый странник. Мы как раз ждали вас. Собака занимает почетное место? А люди сидят в клетке. Да. Эти люди мои кровные братья, которые всегда обманывали меня. А это безобидное существо всегда помогало мне. Я думаю, собака заслужила этот почетный статус, чтобы сидеть на этом кресле. А эти люди должны быть наказаны. Но они такие же люди, как и мы с вами. Может, Господь не одобряет ваш поступок? Вы правы. Да и мне это уже ни к чему. Мы прибыли. Идите. Может, Господь укажет вам нужный путь? Брат Рахим. Да, брат Карим. Кажется, теперь он стал сторонником справедливости. Может быть. Это его дело. Но что он думает о нас? Кто дал ему право посадить нас в клетку? Мы обязательно отомстим за это. Убирайтесь отсюда. Итак, наш брат-странник, почему твое лицо такое черное? Это история моего краха. Тогда идем. Ты должен рассказать нам свою историю. Я словно музыкальный инструмент, который не издает ни единого звука. Я пылающий костер, который не горит. Я четвертый сын Азада Бакта, правителя города Фараш. Меня зовут Камар. После смерти отца мои братья разделили между собой все мое наследство. Они всячески унижали меня. Выгоняли из дома. И после этого я потерял веру в Бога. Господи помилуй! Господи помилуй! В результате... Я стал хулиганом и негодяем. Ну что скажешь, Рашид Кан? Сто динар, согласен? Согласен. Орел или решка? Орел. А давай посмотрим. Ты проиграл. Удачи не на твоей стороне, брат Камар. И что из этого? Надо уметь красиво проигрывать. Тюмати. О, командир! Простите, пожалуйста. Я не хотел. Я просто не заметил вас. Камар, я не знал, что ты потерял зрение вместе со своим наследством. Знаете, командир, слепцу море кажется лишь небольшой каплей. Но если у человека хорошее зрение, то небольшая капля напоминает ему океан. И честно признаться, ко мне вновь вернуло зрение после того, как я лишился наследства. Теперь я знаю, что из себя представляете вы и мои братья. О, Боже! Если бы ты не был нашим братом, то мы бы давно отправили тебя на тот свет. Не так ли, брат Рахим? Да, брат Карим. Не сейчас. Не сейчас. Человек может узнать смысл жизни лишь после того, как он научится рисковать, а не тогда, когда он служит правителем. Любой смелившийся произнести такое должен лишиться головы. Любой другой, но только не я. Брат Рахим! Рахим! Беги скорее! Солдаты, схватить его! Солдаты, схватить его! Брат Карим, ты видишь нашего брата? Он словно обезьян. Поймать его! Поймать его! Поймать его! Простите, Ваша честь, но я не могу вас спустить. А это почему же? Там отдыхает принцесса Наргиз Бану. Инша, зачем ты брызгаешься? Потому что даже капли воды преклоняются перед твоей красотой. Ты меня обманываешь. Только сердце может преклоняться перед красотой. И где же Нантии нам такое сердце? Я слышу крик принцессы! За мной! Ее прекрасный, словно ясный день, словно божество с небес. За мастер! КОНЕЦ Что не говори, но он смелый. Он сражается один. Тогда иди и спаси его. С какой это стати? Теперь ты не уйдешь. Ваша честь, почему бы вам не умыться? Брат Рахим! Брат Рахим! Да, брат Рахим! Подожди. Куда ты бежишь? Почему ты так на меня смотришь? Просто мои глаза выражают почтение вашей красоте. Я ничего не понимаю. Что случилось? Что случилось? Почему ты не убегаешь? Как я могу? Время останавливается, когда вы держите меня за руку. Арестуйте его! Если вы прикажете мне, то я сейчас же убью мерзавца. Да. Нет, подождите. Завтра король сам решит его судьбу. Как скажете. Как оно справедливо. Я поражен. Да благословит вас Бог, принцесса. Заткнись! Ловисти его! Из какой глины слеплен этот парень? Из глины любви. Как ты любишь преувеличивать. Вот шапка преступника. Скоро его голове не потребуется шапка. И куда же теперь нам деть ее? Ой-ой-ой-ой! Что? Ничего. Мне просто очень жаль того парня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 что однажды, когда небо было усеяно звездами, я забрался в спальню принцессы. Клянусь, даже роскошь королевского дворца не могла сравниться с красотой той, которая тихо засыпала под божественную мелодию. Субтитры создавал DimaTorzok Все вышли, и я осмелился подойти к принцессе, но тут мой взгляд остановился на картине. На ней была изображена сестра принцессы, Хамида Бано. Воспоминания о ней еще жили в сердце принцессы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да благословит вас Бог, моя дорогая! Субтитры создавал DimaTorzok Ты? Как ты сюда проник? Почему тебя не арестовали? Клянусь, я пробрался сюда с большим трудом. Мне кажется, я заслужил, чтобы вы хотя бы со мной поговорили. А может ты вор, и хочешь ограбить дворец? Умоляю вас, принцесса, ведь Господь наш общий отец. О чем это ты? Я? О том, что мы оба воры. Да что ты такое говоришь? Я вор? Я вор? Принцесса! Ты назвал меня вором? Принцесса, я все объясню. В тот день я украл ваше сердце, а вы украли мою шапку. Великолепно! Как чудесно вы это сделали! Благослови вас Бог, моя... То есть принцесса! О, моя... Любовь! Ради вас я готов пожертвовать своей головой. Я склоняюсь перед вами. Вам не к лицу все это. Положите меч. КОНЕЦ Беги отсюда! Беги скорее! Это дело моей чести. Пусть Господь хранит вашу честь. А я каждый день в своих мыслях буду рядом с вами. Спокойной ночи! Что случилось? Что случилось, принцесса? Вам приснился кошмар? Мне приснился сказочный сон. И кто же был в этом сне? Это не твое дело, кто там был. Я просто спросила. Опять ты? Я уж думал, что никогда тебя больше не увижу. Брат, завтра ты предстанешь перед судом. Ведь так, брат Рахим? Так, брат Карим. Взять его! Увидите его! Давайте начнем. Да здравствуй, вершитель правосудия! Ваше Величество, этот негодяй, младший сын предыдущего правителя Азада Бакта. Его зовут Кама. Вчера днем он проник на территорию дворца и потревожил принцессу. Ему удалось сбежать после того, как мы его арестовали. Да, Ваше Величество. А сегодня под покровом ночи наш брат Мерзавец опять пробрался во дворец. Но на этот раз наш смелый командир Юсов Бэк схватил его. И правильно сделал. Он преступник. Он преступник? Никотяй! Мерзавец! Он должен быть наказан! Он должен быть наказан! Наказать его! Тишина! Камар! Ты признаешь свою вину? Да, Ваше Величество? Ваше Величество! Вы прикажете отрубить ему голову? Подожди. Камар! Если бы я не уважал твоего покойного отца, то я бы приказал отрубить тебе голову. Но только благодаря ему ты понесешь другое наказание. Я отправлю тебя на далекий остров. Идем, брат? Субтитры создавал DimaTorzok Глубокое синее море. Ты не знаешь ни слез, ни горя. Несешь там по синим волнам. Известно куда. Лишь только богам. О, море! Братья, в чем дело? Почему вы сняли с меня наручники и привели сюда? Тихо! Говори тише! Почему? Потому что мы проплываем в то место, где утонула принцесса Хамита. И что, вы хотите отправить меня туда же? Боже упаси! О чем ты говоришь, брат? Так, брат Рахим? Так, брат Карим. На самом деле, мы привели тебя сюда, чтобы кое-что показать. Да, сейчас мы видели, как какие-то странные существа танцевали прямо на воде. Танцевали на воде? А я никого не вижу. Подойди ближе, и ты увидишь. Да, ты точно увидишь. Посмотри. Что за черт? Что вы сделали? Вы что, выкинули за борт собственного брата? Но мы же выкинули своего брата, а не твоего. Ну что, ненормальные? Вы соображаете, что вы сделали? Я все расскажу королю, как только мы вернемся. Тогда нам и от тебя придется избавиться. Теперь Камер никогда больше не вернется и не потребует от нас свою часть наследства. Да, брат Рахим? Да, брат Карим. И мы уничтожили свидетеля. Ты, как всегда, прав. Бог милостив. Бог милостив. Мы добрались. Подай мне руку. Давай, давай. Давай. Ой, какой ты ловкий. Смотри, утопающим даже галька помогает. Глупец. Это не галька. Это камень. Это камень? Чудесно. Этот камень добрый малый. Я готов расцеловать его. Помогите. Мы тонем. Спасите. Что происходит? Мы тонем. Мы тонем. что за чудо и здесь плавают рыбы вдруг мы встретим русалку к молша не действуй мне на нервы меня зовут не к молша мое имя машаала машаала что за чудесное имя у тебя мой дорогой а мы правда она нравится а как вас зовут камор камор ваше имя в переводе означает луна вы великолепны а возможно это выход наружу больше это похоже на вход в то место где нас ждут неприятности я сейчас умру приятель я сейчас умру помогите прыгай я не буду прыгать о боже на что ты уставился прыгая сказал зачем вы зовете меня в логово смерти я не пойду иду иду дружище мама мамочка ты помогла мне и за это чародей превратил тебя в камень это принцесса хамида дочь короля которая утонула в море да я знаю мама я так несчастна тебе пришлось пойти на это ради меня дочка жизнь моя стала легче с твоим прибытием до этого никто не называл меня мама мамочка нас тоже превратят в камни если мы не уберемся отсюда а 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 Солнце мое, зачем ты разбрасываешь драгоценные жемчужины из своих глаз, оплакивая этот камень? Прекрати издеваться над беззащитным созданием. Заткнись, Марджина, или я превращу твое лицо в камень. Я и подумать не могла, что ты будешь использовать магию против меня, после того, как я тебя всему научила. Ты настоящий тиран. Я не позволю тебе заколдовать еще кого-нибудь. Тебя, моя дорогая, я точно не заколдую. Я раб твоей красоты. Хамида, почему ты избегаешь взгляда великого чародея Маккона? Знай, никто не спасет тебя из этого волшебного дворца, который находится за семью морями. Тогда сделай мне одолжение. Убей меня. Лучше умереть, чем жить такой жизнью. Глупая девчонка. Ты так молода, но уже жаждешь смерти. Нет, солнце мое. Сегодня ты должна развлекать меня своими песнями и танцами. Начинаем. Начинаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что пожелаете, мой господин? Того, кто испугался меня и убежал. Какого человека? Того, что испугался меня и убежал. Хорошо. Вот ты где! Да, я здесь. А теперь не здесь. Мой господин, вот тот, кого вы искали. Что прикажете с ним сделать? Что за странный вопрос? Что ты можешь сделать? Поставь меня аккуратно на пол. Брось его. Помогите, помогите, брат Каамар. Кто такой Каамар? Что? Никто. Вам послышалось. Я не глухой. И сейчас ты в этом убедишься. Джин, растопчи его так, чтобы его друг, кем бы он ни был, прибежал сюда, услышав его вопли. Нет, нет, не надо. За что вы меня убиваете? В любом случае, вы слишком легкие, не раздавите меня. Хорошо, хорошо. Если вы хотите меня убить, то не таким же образом. Пожалуйста. Я единственный ребенок в семье. Если я умру, то позаботится о моих родителях. Помилуйте меня. Помилуйте меня. Куда же вы? Куда же вы? Ах ты, мерзавец. Послушай, сила Маккана заключается в этой лампе. Маккана заключается в этой лампе. Маккан. Над чем ты смеешься? Над твоей уязвимостью. Тебе прекрасно известно, что если ты дотронешься до любой девушки без ее желания, то ты забудешь всю магию, которой я тебя научила. Ты тоже не забывай, что как только я наберу больше магической силы, и когда лорд Самри будет мною доволен, я стану величайшим волшебником всех времен и народов. И любовь этой упрямицей будет вечно принадлежать мне. Твое желание никогда не осуществится. Потому что лорд помогает только тем, кто действительно нуждается в его помощи. Замолчи, мы еще посмотрим. Посмотрите, я вижу берег. Брат Камар, я больше не намерен здесь оставаться. Кто знает, может камень нас снова погрузит внутрь. Бежим отсюда скорее. Наконец-то мы в безопасности. И что это за место, где мы только что побывали? Артская бездна. Как вы считаете? Хватит, молод чепуху. Я переживаю за принцессу Хамиду. Обо мне вы не волнуетесь? Волшебная лампа. Вы чуть не погубили меня. Вы помяли все мои кости. Большой брат, что случилось с тобой? Пока я находился в лампе, вы трясли меня из стороны в сторону. Вы, люди, не знаете, что я джин благородных кровей. Со мной надо нежно обращаться. Послушай, приведи сюда принцессу Хамиду. Это невозможно. Почему невозможно? С тех пор, как мужчины начали подчинять женщин, мы, джины, поклялись, что никогда и близко не подойдем к женщине. Понятно, большой брат. Тогда хотя бы раздобудьте о нас что-нибудь поесть. Мы очень голодны. Это тоже невозможно. Брат Хаммер, вы слышали, чтобы джины не исполняли приказы? Я выполняю только по одному приказу в день. И сегодня я уже выполнил то, что приказал мне мой прежний господин, чародей Макан. Если у вас другой приказ, то я могу выполнить его завтра. И что, нам питаться воздухом до завтра? Не кричите. Шум причиняет мне боль. Хозяин, подуй на лампу. Или я стану ни на что негодным. Очень мило. Джин отправился в свое жилище. А мы погибнем здесь. Прекрати ныть. Завтра, когда появится Джин, я стану принцем Кураса Номан Бин Абанша. А я брат кем стану я? Ты. Ты станешь моим министром. Факрудин Бин Бакрудин. Факрудин. Сова! КОНЕЦ 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 Кто это? Он так смешно двигается, вот так. КОНЕЦ Прошу поприветствовать принца Курасан Домана. И его министра. Это я. Факруддин бин Бакруддин. Мы выражаем почтение высокоуважаемому королю. КОНЕЦ Добро пожаловать, принц Курасан. Добро пожаловать. Примите мои дары. Дорогой принц Нооман, я вижу тебя уже много лет спустя. Я помню тебя вот таким маленьким. Ты всегда цеплялся за меня и кричал дядя, дядя, после чего я всегда дарил тебе игрушки. Ну зачем ты беспокоился и вез все это? О каком беспокойстве может быть речь? Вы правите таким огромным королевством, и это ничто по сравнению с ним? Великолепно. Это служит доказательством любви и дружбы. Министр, сын моего друга короля Курасан очень умный парень. Да, он очень умный. Я тоже так думаю. Он производит хорошее впечатление. А что, если ты влюбишься в него? Может, ты говоришь о себе? О, Боже! Король! Нооман, не называй меня королем. Зови меня дядей. Странно. Вы действительно стали его племянником. Дядя, я привез послание от моего отца. Что за послание? Ну, как он может вам об этом сказать? Он очень скромен. Тогда, может быть, вы мне об этом скажете? Я? Ну, хорошо. Король Курасан хочет, чтобы его сын стал и вашим сыном, а ваша дочь должна стать его дочерью. Я согласен. Прошу прощения, Ваша честь, но вам не кажется, что вы должны узнать мнение вашей дочери. Ты прав, Юсуфбек. Но сейчас ты должен позаботиться, чтобы нашим дорогим гостям приготовили комнаты. Министр? Как скажете, Ваша честь. Рахим Кан. Карим Кан. Выполняйте приказ. Брат Рахим? Да, брат Карим. Какого черта его сюда принесло? Выполняйте приказ. Прочь отсюда! Послушайте, дождю приказано не идти, солнцу приказано сиять, ведь к нам едет сам принц Курасан и его министр. Он ни низок, ни высок. Факрудин бин Бакрудин. Его верный друг и товарищ. Как вы умеете красиво оскорблять. Я поражен. Министр, ты прав. Оскорбление подобно похвале, когда его произносят столь милые уста. Замолчите. Уходите прочь или я... Или что? Вы сделаете то, что хотите? А вы подарите мне свою руку и сердце? О, повелитель Курасан! Курасан! Может, вы покажете им один трюк, который не оставит их сердца равнодушными? Приказные дамы, а это для вас! И только для вас! Он бесподобен? Ну, это уже слишком. Злость вам к лицу. Вы так прекрасны, когда злитесь. Вы великолепны. Вы хотите оставить Факру в одиночестве? Прошу вас. Останьтесь. Прошу вас. Упишите. Р Hummed. Остань者. Да. Ты нам Figure эту секцию? Повической боли. Czy у нас есть scalка к Lustомkопом ? Новый год будет. Once the last episode. Новый год. Новый год. В. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Торzok 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 Дима Торzok